Депутаты городской думы согласовали продажу памятника культурного наследия за 1 рубль. Это подвал дома номер 51-21 на улице Ленина. Стоит отметить, что он является памятником 19 века. Раньше на месте каменной постройки находился деревянный дом, который в 1831 году Николай Рюмин подарил первой мужской гимназии. Николай Гаврилович Рюмин, хотя не жил в Рязани постоянно, но Рязани очень много помогал. В общем-то, был меценатом нашего города. За его счет был построен верхний ярус соборной колокольной, тот самый, который со шпилем, с часами. Он же был, скажем так, инициатором открытия Римского женского училища. И он же был попечителем первой мужской гимназии. Здесь размещалась квартира директора и канцелярия. А в 1837 году именно здесь произошла историческая встреча начинающего поэта Якова Петровича Полонского и будущего императора. Сосаревич Александр вместе с Жуковским приезжали сюда в Рязань. Им так понравились стихи Полонского, юного Полонского, что Полонский был награжден часами. К сожалению, уберечь деревянную постройку не удалось. Ее уничтожил пожар. Поэтому на этом месте в 80-х годах XIX века строят классический доходный дом, который сдают различным предпринимателям. Сейчас он находится в плачевном состоянии. Восстановлением предстоит заниматься инвестором. Подвал здания ему готовы отдать даром, лишь бы сохранил исторический облик строения. Опыт переняли из Томска, где подобная практика существует уже много лет и принесла свои плоды. Позволила сохранить деревянное зодчество. Они реставрируются, приводятся в порядок, приводится в порядок их облик. Внутри здания можно сделать совершенно пригодным и для жилья, и для каких-то коммерческих нужд. Можно и кафе открыть, и какой-то гостевой дом. Похожий, например, проект есть в Вологде. То есть в таких деревянных домах, например, открываются гостевые дома. То есть чем наполнить это здание, можно придумать. Это не обязательно должен быть музей. Обычно сохранить просят фасад, реже элементы внутренней отделки. Эти пункты должны быть прописаны в договоре. В то же время стоит отметить, что в России частная собственность неприкосновенна. А в части продажи исторических зданий у Рязани уже есть плачевный опыт. В частных руках единственный деревянный дом с колоннами – дом Херасковых. Мы пришли к тому, к чему пришли. То есть контроля особо никакого не было. И сейчас штраф заплатят, но это копейки какие-то. Дальше надо как-то вопрос решать уже по-другому. Тут уже вопрос не в штрафах. Тут уже вопрос в том, чтобы спасти вообще этот памятник архитектуры. То есть он рано или поздно просто развалится. Историки надеются, что новый опыт окажется все же положительным для города. И позволит сохранить для потомков уникальные здания, денег на реставрацию которых у города не хватает. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».